Сегодняшние новости рынка проходят на фоне тревожных общественно-политических событий. Массовая вакцинация в Европе практически провалена, и третья волна коронавируса становится все более реальной. Франция и Канада готовятся к локдаунам. Германия также вводит ограничения. На все это активно реагируют участники торгов нефтью. И сейчас мы расскажем, как обстоят дела с черным золотом и российской валютой, которая сильно зависит от стоимости Brent и WTI. Нефть растет перед сегодняшней встречей ОПЕК по добыче. Утром прибавка в цене составила 0,6%. Инвесторы уверены, что квоты повышаться не будут. Тем более, что вчера эксперты ОПЕК даже понизили прогноз суточного потребления нефти в мире с 5,9 до 5,6 млн баррелей в сутки. Brent после роста на 0,6% достигла отметки 63,10 доллара. Прогнозируемый коридор продаж – 61,5-64,5 доллара за баррель. WTI при том же росте на 0,6% торговалась несколько дешевле. Один баррель американской нефти стоил сегодня 59,6 долларов. Эксперты считают, что цена WTI будет держаться сегодня в диапазоне 58-61 доллар за баррель. В последние дни резко выросла военная напряженность на Донбассе. В течение нескольких последних недель наблюдатели отмечали, что режим перемирия на границе ДНР, ЛНР и Украины полностью сорван и перестрелки постоянно нарастают. Эти события могут послужить поводом для введения новых серьезных санкций со стороны США и Евросоюза, что неминуемо приведет к ослаблению рубля. Пока же рубль укрепляется вместе с усилением нефти. В паре USD-RUB за 1 доллар сегодня давали 75,60 рубля. Но эксперты указывают, что потенциал роста рубля практически исчерпан, а в случае начала новой войны прогноз и вовсе негативный. Сегодня в паре цена 1 доллара будет держаться в торговом диапазоне 75,20-76. Для единой европейской валюты последние месяцы оказались весьма непростыми, и март не исключение. Но после падения к доллару в последние недели евро нащупал поддержку против усиливающейся американской валюты. Эксперты предполагают, что возможно падение евро достигло дна. Такая ситуация на фоне тревожных вестей с Донбасса позволяет евро более уверенно себя чувствовать в паре евро-рубль. Сегодня евро стоил 88,60 рубля, предполагаемый диапазон торгов 88,20-89 рубля за 1 евро. А в мире продолжается эпидемия, что оставляет след не только на валютном рынке и рынке нефти, но и на других активах. С самого начала пандемии наблюдались различия в том, как справляются с возникшей ситуацией Европейский Союз и США. На Европу накатывает третья волна коронавируса. Во Франции рост до плюс 42 тысяч случаев за вчерашний день. Регистрируются высокие уровни заражений в Германии и Италии. В Германии ввели новые санитарные ограничения на Пасху, несмотря на сильные протесты граждан. Франция готовится ввести локдаун на месяц. В Канаде и в Онтарио также вводят месячный локдаун. О том, как будут дальше развиваться события, вы узнаете из наших следующих выпусков финансовых новостей на канале Инстатв. Всего вам доброго и удачной торговли! До свидания!